Николай говорит, надо лично познакомить меня с вами. Я тоже занимаюсь тюремослужением, когда освободился, уверовал в тюрьме, в 92-м покаялся, и после этого жил там еще христианином, община была в тюрьме, в зонах, и освободился в 99-м, условно, после 20 лет. Слышно, да, Игнатьев? Да, слышно, у вас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Да, нет, не против, нет, нормально. Я сам немножко блогером стал заниматься, немного, у меня так около 200 роликов есть. Это я рассказывал прошлую криминальную жизнь и христианскую жизнь рассказывал, показывал людям, чтобы они видели, из какого болота может Бог вывести, из какого смертельного лабиринта. И после 20 лет, я вот уже с 99-го года занимаюсь тюремослужением. Езжу по колониям, зонам, церквам, репцентрам, везде свидетельству о Боге. Вот такая у меня, как говорится, судьба. Когда криминалом занимался, больше 10 попыток побега, за 3 судили ранения, 4 огнестрельных с автомата при побеге. И, в общем, прошлое такое уважение было у криминала серьезного, но когда уверовал, многие пошли по моим стопам, эти криминальные товарищи. Сейчас они идут в православное направление. У нас в Питере очень много братьев, которые полностью пошли уже такой дорогой. Там есть два бывших вора, которые священники, церковь, храма служат. Есть у нас в Ленинградской области. В Москве тоже сильное большое направление православного движения братьев. Ну, я, как говорится, еду, я вообще не проповедую церкви, только Христа распятого. И все. Я говорю, меня Христос, если бы не уверовал, я бы погиб. Бог меня вывел. И на свободу, и уже там, находясь в колонии, я чувствовал духовную свободу внутри. Вот такие у меня, как говорится, такая жизнь. Написал две книги, две книги. Сегодня через Николая передам, если вы еще читаете книги, передам, посмотрите. Это тоже мое, как говорится, покаяние, как принимал, как пришел к Богу. Вот, книги такие есть. И через что прошел? Две книги, третью пишу. Третью книгу тоже свидетельство христианское пишу. Как говорится, из какого болота вывел Господь. Вы как жили? Думали, что человек от чего? Произошел или как? Нет, тогда, когда я не верил, что человек от обезьяны произошел, это точно не верил. Никогда. Я был, это, без отцовщина, погиб отец на моих глазах, когда мне 6,5 лет было. Отец был заселен в доме. Вот. И потом я так воспитывал улицы, но любил спорт, любил туризм, любил охоту, рыбалку. Все, в общем, меня спорт вытащил в детстве, и они посадили меня, по малолетней посадили, потому что увлекался спортом много. Там виды такие, как по семи видам, первый разряд, и кандидат мастера по биатлону, профессионально занимался спортом. А потом армия, потом это, и после армии уже у меня, в 75-м году у меня уже, это, рано умерла мать, в 48 лет, скоропостижная смерть была. И это все меня подорвало, мое здоровье, и я отошел и ушел в криминал тогда. Серьезный криминал был. В Перми, я тогда жил в Перми, город Перми. Сейчас живу в Москве, Питере, Сочи, на три города живу. Ну, у вас как, вот понять вас, вот вы попадали, считаете, судили вас правильно? Там не совсем, не совсем. Вообще, я был разбойником настоящим, так-то, да, совершал разбой и все. Но у нас прошло убийство с целью скрыть следы преступления при разбое. Хотя этого такого не было. Мы просто связали и умерла потерпевшая, умерла. Хотя и кляпа во рту не было, вот как. Так вот. Я считаю, что это убийство по неосторожности должно было быть, в крайнем случае. Но там были заинтересованы люди, которые хотели нас, ну, сделать нас, как говорится, это... Но когда вас судили... Первая судимость, да. Судили свидетели были какие-то. Вы понимали, что не хватает одного свидетеля? У нас? Ну да, вас судят. Где-то оправдывают, где-то по неосторожности. Но у вас мысль-то была, что в суде не хватает человека одного. 79-й год был. У нас, просто против нас был заказ шел уже от власть имущих. Потому что мы захватили негласную власть в городе, в Перми. И захватили наших, половина вообще до средств не дожила, половина моих знакомых. А часть судили отдельно, деловая производство. И товарищи моего приговорили к высшему мере наказанию за два убийства при разбоях. Хотя в одном, сто процентов, он не виноват. Я пытался его отстоять. Но я знал все детально. А в итоге оказалось, что вот это мое знание, ну, лишнее сопротивление, как говорится. И мне дали 15 усиленного. Если бы дали там 6 лет, 7 лет, как по первоходу. Я бы смирился с этим сроком. Но я бы по характеру мнил о себе, что я супермен. Могу много, горы сдвигать могу. Ну и решил, устроил первый побег через две недели с зоны усиленного режима в Тайге. За два месяца тысячи километров по Тайге. Потом приключения снова закончились. Нас группа захватила в Кунгурском районе. Потом 15 строгого, 15 особого. В Перми побег был с нападением. Город Пермск, СИЗО номер один, нападение устроил. Связал старшину, отключил ударами, связал, одел форму и пошел на выход. Полгода бегал, в Ленинграде взяли. У меня 4 огнестрельных ранения. Ну, в итоге от Солыпина бежал еще рывок. В 86-м году в Архангельской области. В общем, путь такой был дерзкий. Владимирский Централ прошел, Камер Смертников прошел, важно. Как побегушник там держали, как побегушника особо опасного. Учитывая, что я хорошо подготовлен. И в 80-м году приехали верующие в колонию. Рассказали о Христе, который понес все наши немощи и грехи. И наши болезни. Но самые главные грехи. И я понял, что Бог дал возможность быть перед ним чистым, перед Богом. Его кровь очистила, омыла. И все, и я пошел за Богом. Уверовал и стал Жене уже говорить и свидетельствовать о Боге всем окружающим. Администрации, заключенным. Община была у нас там в зоне. И мы прославляли Господа, молились, в церкви собирались. В общем, все было. И так условно-досрочно освободился после 20-ти. И вышел на свободу уже другим человеком. Криминал, конечно, вокруг есть. Ходят рядом такими. Ну, как говорится, без него никуда. Рядом он. Но они все меня слушают. Не все сразу принимают. Но со временем переход идет у них. Духовный переход идет. У меня много братьев около 200. Только в Питере только около 200. Потом в Перми очень много верующих, которые занимаются также тюремным служением. Ездят по колониям. Помогают там, как говорится, нуждающимся. Духовную пищу несут. И Библии, и Слово, и, если есть возможность, концерт какие-то духовные. Поэтому у нас такая духовная работа идет давно. Уже много лет. То, что сейчас стали... Когда пандемия, закрылись все входы на несколько... На три года фактически закрылись. Сейчас открываются снова двери. И мы заходим. Где есть возможность, идем. Ну, это уже, как говорится, вот последняя поездка сейчас в Калининград была. В Калининград я вчера, но уже вечером поздно вернулся оттуда. Мы три колонии посетили. Человек больше ста покаялась, приняли Господа. Мы не проповедным церкви, а говорим, идите к Христу. А Христос вам путь укажет. Если вы примете Господа в своем сердце, Иисуса Христа, то Бог вам даст свое направление, свою жизнь. Новую жизнь. Совершенно другую, от которой вы устали от той уже. Вас это все загнали в эту яму, как говорится, в бетонный склеп. А говорю, а Бог вам откроет новый мир, даст изменение мировоззрения будет. И будете жить совершенно другой жизнью. Хотя жизнь тоже непростая, не говорим, что прямо вот знаешь, как все без проблем. Но трудности легко преодолеваются сферой. Но вот если бы вы жили в мусульманской стране, и что делали, что бы вам было за это? Мне? Ну да. Но если бы преступление совершали бы в мусульманской стране. Вы же, вы родились бы в Иране или в Ираке, и сделали то же, что сделали здесь, за что вас судили. Какой вам приговор был бы там? Там могли за кражу отрубить руку сначала, потом посадить в яму. Там пожестче отвечаю за преступления в мусульманских странах. Насколько я знаю. Хотя я там особо не был в этих странах. У вас было такое, что от вас пострадал человек столько, что лечился жизни. Если бы это было сознательно, вот мною сознательно, умышленно, я бы понимал это. А когда я знаю, что это... Я связал, и человек при мне был живой, то я не понимаю, кто его потом добил, потому что следствие не нашло этого варианта. Было такое подозрение. Поэтому у меня, как говорится, отдельный случай. Отдельный случай. Я себя виновным не считал. Я тогда, когда сел, виновным не считал себя. Ну, за разбой... Я перед Богом, когда Бог мне осветил, мою грешную жизнь, Бог мне осветил, когда я покаяние принимал на Вологодском пятаке, где сейчас по жизни сидят. Я понимал, что Бог мне... Бог мне судья. И Бог за мои грехи понес все мои грехи. Только тогда я смог внутри себя почувствовать именно свободу от греховной жизни. Вот только вера в Бога помогла мне получить свободу. А людей, я и судьи, я не считаю, что они меня правильно судили с первого суда. Если бы они правильно судили, может быть, я смирился бы. А так нет. И до сих пор я могу еще пытаться доказывать им что-то. Ну, в плане, как по суду написать книгу, как это вели они следствие, как вели суд. Моего товарища приговорили к высшей мере, приговорили, и исполнение привели, приговор. В 80-м году. Хотя он в первом убийстве 100% не виноват. И я знаю точно. И все. И как вот сказали? За одно убийство ему дали высшую меру. Задавать вопрос, вы коротко отвечайте. Вот я сказал, что на вашем суде не хватало одного человека. Вы меня не переспросили. Почему? Какого человека? Почему не спросили? Какого человека? Я сказал, что вас, когда судили, выступали свидетели против вас, были за вас, то там не хватало одного свидетеля. Я повторил трижды, и вы ноль внимания на это. Почему? Я говорю, не хватало одного человека на суде вашем. А вы даже не заметили, что я сказал это. Не знаю. У нас было несколько человек, которые выступали в качестве свидетелей, которые ничего не видели, ничего не слышали. И это таких свидетелей вывели на суде. Понимаете? Которые, говорит, Рекунов, Гитара мы знали, он пришел на наше день рождения. Они ни один не сказал вообще, что Рекунов, мы видели, как он убивал, как он залазил куда-то. Вообще никто. Я тогда отвечу за вас. Не хватало пострадавшего. Человека убили, теперь начинают обстоятельства искать. Но если бы предстал тот человек убитый, он бы что-то сказал большее, но его во внимание не берут. Они смотрят букву закона, а букву убивает, а дух животворит. Вот знаете, Евангелие от Яна, 16 глава, Матфея, 18 стих, говорит, Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата адо не одолеют ее. Вы это читали? Я читал, конечно, все. Почему он говорит, церковь создам, а церковь в единственном числе? Какую церковь он создал? Баптистов, адвентистов, Магометан, какую? Как она называется сегодня? Церковь какая? Да, существует ли та церковь, которую Господь создал? Он говорит, я создам церковь мою. На камеру построю церковь? Я дальше закончу. А дальше говорит, все я с вами во все дни до скончания века. С кем? С вами. С кем? Которые сказали, что он... С Христа. Сейчас я отключу. Так... Тут звонки идут сейчас. Да нет, нет, сейчас я отключу. Так, все отключу. Игнатий Тихонович, церковь Иисуса Христа. А люди делят ее на разные религии и динаминации. И они, каждый тянет на себя и говорит, мы в Есени, мы в этом, мы в том, мы в другом. Церковь Иисуса Христа. Понимаете, что? Вот если бы вы в то время, когда уверовали, у вас мысль возникла, понимают так, сегодня в одной Америке существует 21 тысяча разных названий, динаминаций, конфессий. Это два слова, которые прикрывают слово ересь. И кто вам проповедовал, они не говорили, что они еретики. Они не говорят, скрывают это слово. Господь еретикам назначил участь в геене огненной. Ни один еретик не спасется, будучи самоосужен. 3.10 посланий к титу. Почему эти места не считают они? Мне говорят, а вот если бы вы были там-то, родились, я в 23 года уверовал, 23, 50-ники, 50-ники. Но Господь меня нашел на том, что я больше всего любил. А что я больше всего любил? Бабушек. Они забиты, такие выброшенные, у меня нет ничего, я старался вон из кожи заработать и помочь бабушкам. И когда я в флоте работал, сошел на берег, бабушка несет какие-то узелки. Я кинулся помогать. Я говорю, у вас где-то здесь молятся? Она говорит, а как раз идем, вот здание, церковь. Я любил языки разные, немецкий, английский, французский, испанский. Я самостоятельно изучал, беседовал с людьми разные языки. Полиглот называется. Но тут латышский язык. Я его за три с половиной месяца уже разговаривал с ними. Человек охраняющий говорит, а вы кто? Я говорю, ну вот на Балтике работаем. Я говорю, а почему он говорит такие слова, которые я не понимаю? Так вы же говорите по-латышски. Я говорю, я этих слов не знаю. Блаженный, нищий, духом. Он говорит, а вот дверь откройте к русским. Я зашел, но я и там не понимаю. У меня мысль сразу была, сегодня, это 1962 год, в мире существовало 390 разных названий. Но где истина? Все я с вами во все дни до скончания века. Мне не надо названия. Мне нужно знать, сегодня столько-то. С кем именно? Что он во все дни? Это точно. Но с кем? Когда 21 тысяча в Америке. Я стал тогда смотреть, сидел за столом и клеенка клетками. Я подумал, вот эта клетка, это название. Меня нельзя было провести по этому. Я много с иностранцами встречался. Где? Я решил 100 лет назад. Остается 130 названий. Я еще шагнул дальше. 18. Ну, я с вами, то есть с вами. Меня не надо было дурачить. С кем? И все по-разному. Я решил идти к первому веку. Первый век. Название мне не нужно. Как они понимали, оказывается, сохранилось толкование. И оно называется не как-то, а собрано от святых отцов блаженный феофилакт. Мне 23 года. У меня поиск идет. И в это время нас отправляют на ремонт в Клайпеду в Литву. Я ищу людей, которые относятся к первому веку. Староверы. Я говорю, у вас что-нибудь есть от первого века? Он говорит, блаженный феофилакт. Я юноша, не женатый. За мной ничего не числится. Но я знаю, есть Бог за все отвечать. Будет суд Божий. Вот я вам рассказываю как. И он, когда дал мне блаженного феофилакта, считать, толкование, каждое слово растолковано. И это в первом веке, когда была одна церковь. Одна, значит, если его здесь нет у Христа, то его нет, он не Христос. За Христа обещано было дать 30 серебряников. Если бы дали 31 или 29, это не Христос, обманщик. Понимаете, вот у вас совесть, почему не побудила к этому? И попутно спрашиваю, что такое совесть в вашем понимании? Скажите, пожалуйста, как вы сформируете это выражение? Совесть. У меня есть принятие Христа конкретно, который вывел меня из западни, из проблем духовных. Господь меня вывел. Я церковь тоже не понимаю, которая делится на разные динаминации. Я не понимаю. Я говорю, Иисус Христос не делится на тысячу. Так, попорядка. Слово динаминации, конфессии, выбросим разговоры, их нет в Библии. Это сатана прикрыл слово еретик двумя словами. Ересь. Есть церковь и есть ересь. Церковь одна. Вот я снова поворачиваю к тому. Вот вас сегодня спрашивают совесть, совесть. Выразите в писан в виде предложения, что такое совесть? Скажите, пожалуйста. Если мне Господь живет в моем сердце, то он мне дает другую совесть уже. Она очищенная от этого всякого тут. Мне желание есть людям служить. Это желание служить. Не от меня идет. Мне Бог дает это желание ездить. И так же, невзирая на обстоятельства, на трудности, я еду и служу людям, которые в нужде. побуждение. Я бы мог жить спокойно сейчас, радоваться там и без этого. Но без Бога радости нет в сердце. Я могу материалистом быть. Я скажу выражение, что такое совесть. Апостол Павел в послании к Кринам один из так говорит, если где Евангелия не было, ну как они жили, эти люди-то, дикари, чем они двигались? Он говорит, совесть то судила, то оправдывала. Во время суда вас совесть разве не судила? Почему вы не сказали судьи, я больше заработал, чем эта статья? Я не то, что убегательный. Я даже не достоин ноги мыть заключенным. Почему вас совесть там тронула? Меня вопрос интересует. Совесть, Игнатий Тихонович, совесть бывает сожженная, совесть сожженная, которая не принимает уже ничего в этом мире. Гордости было столько у меня, что для меня это судья, это не мои судья. Когда я увидел, что у меня судья Господь, когда я узнал это, что у меня судья Господь, и что только благодаря вере в своей, в Бога Иисуса Христа, я могу выйти из-под всего этого, все грехи он у меня забрал, Господь забрал, не люди у меня забрали, а люди, я могу им рассказать, как они меня засудили, и моего товарища, я могу рассказать, и могу целый трактат написать, где они переступили законы в своей совести, они переступили, они были заказные, эти судьи наши, вот поэтому у меня судья Господь, Господь, Он знает куда больше всех нас. Скажите, люди, которые к вам пришли, проповедовали о Христе, как называются они? Кто они? Баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня кто? Там были пятидесятники пришли, потом пятидесятники, вернее, баптисты, потом пятидесятники, потом другие... По порядку, скажите, по порядку, я уже выслушал это, я все время с сектантами работаю, поэтому коротко скажите, баптизм, когда возник? Баптизм когда возник? Кто образовался? Мартин Лютер внес раскол... Это Лютер ранее, 1517 год. Кто первый баптист был? Баптисты, кто? Когда первая баптистка община образовалась, где? Ну, вы не бойтесь этого, понимаете, вы просто скажите, не знаю, я вам сразу открою. Не надо, по всей Европе были уже, тогда... Кальвинисты были и Ян Голдб был... В Роджерсе Джон Смит, он залез в воду, на себя руки положил и крестил сам себя, первый баптист. Так никогда не было. Мы должны критически подойти к своей жизни, правильно ли я поступаю. Вот сегодня разводов много, нисколько-то много, 84,6% первые 4 года. Кто виноват, что разводы? Почему тысячи беспризорных? Сегодня министр внутренних дел сказал, 3,5 миллиона детей беспризорных. У вас совесть когда-то мучилась за это, что беспризорные дети. Что я реально могу сделать для этого? Чтобы по-другому жили люди сегодня? Могу, я делаю. То, что в моих силах я делаю. второе. Хочу сказать так. Меня призывают на разные большие конгрессы, лауреат у Нобелевской премии бывают выступать. Вот нет национальной идеи, которая объединяла бы людей. Один выступает. Я говорю, она есть. Но есть и есть, ее апробировать надо. Сколько? 4 года. Я говорю, 45 лет. Я сам образовал детский лагерь, составил устав, юридицы зафиксировали, и я директор бессменный, без помощи государства 45 лет. Тысячи детей подняли, которые ничего не знали, цыгане, евреи, мусульмане, кто бы ни был. Они уходят совершенно другими. Вот сейчас говорят, в стране разрушено 81 тысяча населенных пунктов. Тысячи 81. Пустует страна, потому что все из-за рубежа идет. Что вы сделали для этого? А что такое совесть? Я поясняю. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Вот это вас на суде. Почему оно не тронуло? Вот судья судит, а я встал попросил слово. Какое слово? Я говорю, вы закон не знаете Божий, за смерть смерть, око за око, зуб за зуб. Господь умер, а теперь просто так он за меня умер. Нет, я должен понести то, что должен понести. Господь меня освободил, чтобы я служил Ему. Иоанн Златоуст говорит, совесть первичнее Евангелие. Евангелие пришло после совести. Совесть подвела нас к Евангелии. От начала, как рождается человек, у него совесть находится в душе. Это действительно участок. Но почему не слышат с младенчества голос Божий? Почему не слышат? Мне мать родная говорила о Боге, когда я юноша был, еще маленький. Она говорит, сынок, это грех, вот это грех. И она верующая в коммунизме была, ее заставили войти в партию, а у нее иконка всегда висела, и она всегда тайком молилась иконки. И она говорит, сынок, это грех. А я ее не слышал. Почему? Почему я ее в детстве не слышал? Только потом, когда я выжил, непонятно, когда я говорил, Боже, если ты есть, спаси и сохрани. В тайге, когда меня должны были застрелить, я молился Богу и говорю, Боже, если ты есть. И Бог меня сохранил. Значит, Богу нужен именно я как сосуд его в данное время я являюсь проводником Божьей воли. Почему? Я не хочу в эти динаминации влазить, я не хочу там какие-то эти церкви проповедовать. Я говорю, я прихожу в тюрьму или к людям и говорю, есть Бог, который меня спас, очистил, омыл, осветил. Это Господь делает, не я делаю. Он своей кровью очищает, омывает от всякого греха. Я перед Богом стою сейчас, чистый. А перед людьми я до конца жизни буду еще преступник, особо опасный рецидивист для людей. А для Бога я уже чист, потому что я верой в это иду. Верой в то, что Бог меня омыл, очистил, осветил и помазал даже на служение. Мне открываются двери, кто бы меня пустил. У меня товарищи близкие есть, такие, которые удивляются расположение одних людей, других, третьих. Мне двери открываются. Это Бог открывает, не я их открываю. Скажите, вы словарь Нюстрима видели? Словарь Нюстрима, Нюстрима, библейский словарь. Не, не помню. Это неправославный, неправославный. И вот он там показывает, какие с икон взяты апостолы, пророки. Они бороду брили или нет? Апостолы пророки. И Христос бороду брил? Христос? Ну да, Христос. Апостол, Павел, Иван, Иоанн. На иконах нарисовано, у них по-разному на иконах нарисовано. Почему? Смотрите, по порядку. Когда у царя Нааса там умер отец, то сообщили Израилю. И Давид послал туда комиссию, которая помогала. Вот их обвинили, полбороды обрезали каждому из представителей евреев, но Давид сказал, вы, Иерусалим, не заходите, опоганиные, презренные. Вы идите в город Иерихон, город проклятий, живите, пока бороды отрастут. Земной Иерусалим не запустил, а мы идем в небесном, я уверовал, все, я знаю, а сам безбородый как блудник, гомосексуалист. Почему? Почему вас совесть в этом не мучает? Это гомосексуалисты и подкаблучники там бреются. Вот посмотрите на иконы, да и так понятно, если Давид, пророк, царь, не запустил в город сидеть и не сказал там, ну, сделайте все да так. Этого не было. Почему? Они были обесчещены, заметьте, они, написано, были обесчещены. А когда у Якова дочь Кадина пошла, а ее один прессил, изнасиловал, там написано обесчещены, а здесь наоборот, они были очень обесчещены. То есть брить бороду это больше, чем быть изнасилованным, опущенным. Это Библия говорит. Почему вас совесть не мучает в этом? Скажите, пожалуйста, я вас не усуждаю, я просто спросить хочу о совести. Плохо значит вот вы слове, понимаете, все время из вас там разные конфессии, динаминации, выбросите слова, они не библейские. Есть истина, есть ересь. Вы попали к еретикам. Еретики не спасутся, они самоосуждены. Почему с вами сидит человек, вот он, ну, не старше же вас? Почему он с бородой выбит бороды? Почему вы подражаете этому поганому миру? А написано, кто любит мир, кто мне от любви очень, а он, я люблю 20 тысяч разных наименований в одной Америке, все бритые, икон нету, Божья Матерь не признают, мы все одинаковые, но вместе не волятся. Эти вопросы то у вас должны возникнуть. Сначала священников без бороды, вы знаете, очень много. Поэтому вы говорите, у вас тоже священники без бороды есть. Ну, не надо смотреть конкретно, вы перед Богом, я спрашиваю, совесть вас не учит? Я научен так, может быть, в своей жизни. А вы хотели бы сегодня, борода, чтобы у вас не тронутая была? Вы можете выбросить бритвенный аппарат, можете выбросить? Я в юности пробовал, мне не понравилось. Зачем? Мне не понравилось. Не понравилось, Божий образ не понравился, а образ еретика понравился. Какая же это вера? Ладно, насчет еретика мы не знаем, какой образ. В всех языках мира написана борода, очень обесчищенный. Там изнасиловали, она обесчищенная, а здесь очень обесчищенная. То есть, это хуже изнасилования? Закрывай, мне кажется. Не хочу разговаривать. Я, я, Геннадий, приеду, лучше лично глаза в глаза поговорим. Про бороду... Мы с вами встретились, чтобы быть полезными друг для друга. Виктор, вы должны быть полезными друг для друга. Видите, как сатана не дали Божию рассказать. Первый раз. Так тогда мы что, всех по голову давайте обреем. Да не надо, не надо. Ты отвечать за себя человек будешь. Это самое простое. У нас даже в армию призывают, городу не трогают. Видите, как беспокойство нападает сразу. Не, не надо. Видишь, как огня же успокоится. Я вам привожу местописание. Скажите, очень обесчищено без бороды. Изнасилование только обесчищено. Вы сразу не надо, не надо, не надо. То есть, вас сатана крепко зажал. Ну, очень обесчищено. Слово очень усиливает. Я знаю, что старообрядцы у нас на Руси ушли в Сибирь. Мы сейчас говорим про Библию. Не надо никого. Давид говорит, они были очень обесчищены. полбороды. Одину изнасиловали, только обесчищены. Я Библию плохо знаю, поэтому давайте не будем упорить. Да вы совсем не знаете ее. Не то, что плохо. Вас обольстили, эти еретики обольстили вас. Вы посмотрите, сколько Господь говорит, кто любит мир, и что в мире, в том нет, люби очи. Можешь не разговаривать про любовь. Где дружба с миром, есть вражда против Бога. Бродобрития, это дружба с миром. Иаков, 4 глава, 4 стих. А я плохо знаю Библию. Если я вам говорю Библию, я ее цитировать могу на разных языках, вы бы сказали, вот день настал, я узнаю, я пойду за Христом. Не надо, не надо. Еще это как припадочная баба какая-то. Нехорошо это. Да не, припадочные, а не припадочные. Я говорю, Господь нас сегодня свел благодаря брату. Будьте благодарны. И вам никто это не скажет. Дружба с миром есть вражда против Бога. Одновременно ты Бога терзаешь. Иаков, 4 глава, 4 стих. Дальше, Иаков говорит, 2,18, покажи мне веру твою без дел твоих, а я уверовал. А я покажу тебе веру из дел моих. Конкретно спросил про детей, нет. У меня тоже вера в делах моих находится. Так что я могу показать веру в своих делах. Ну, дела первые, первые, себя приведите в порядок. Я хотел вам рассказывать, показывать это не буду. Ну, хорошо, посты соблюдаете. А ты без бороды, ну, так научены. Может быть, у меня и все. У нас Библия есть. Посты, когда вы постите, все нет, посты соблюдаете, которые Господь установил. По-разному. Всю жизнь соблюдал, лет 20 в тюрьме соблюдал. А сейчас не, 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 ну, по-разному. Ну, вот по-разному. Так не бывает. Потому что нарушение поста приводило к смерти. Вспомните, что было с Саулом. Когда у него Иоаннафан только меду поел маленько. Поэтому цири, Лермонтова говорит, все в пути мало меда и все аз умирают. А то я сейчас не хочу. Пост. И поэтому держать надо его. Постом и молитвой изгоняется злой дух. Дьявол изгоняется постом и молитвой. У вас молитвы-то настоящие нету и поста нету. Вы не уходите. Господь нас свел через брата Николая. Мы полезны друг для друга. Вы рассказываете о тюремной жизни. Я прошел пять тюрем. Пять тюрем прошел. Я знаю, о чем говорю. Меня отостали в другое государство. Я реабилитирован 4 января 92-м году. А выпущен 25-го марта 87-м году. У меня шел суд после реабилитации 11 лет, чтобы вернули, что у меня взяли. И они по тогдашним меркам цена изъятого у меня конфискована 11 миллиардов. 11 миллиардов. И 11 лет шел суд, и я его выиграл. Господь всех расположил. Начальство, все, министров всех ко мне расположил. Вот как. Игнатий Тихонович, давайте лучше я как-нибудь выберу и к вам приеду в гости. Посидим, спокойно послушаю и посмотрю Библию в тех местах, в которых вы говорите. А то я сейчас на память не помню эти места. У вас что, сомнения есть, что я сказал неправду? Вы сомневаетесь, что я... Я приеду, мы сядем и поговорим спокойно. Хорошо? Я вам называю, смотрите. Бритье это дружба с миром. И вам это послание Якова, 4 глава, 4 стих. Записывайте. Записывайте. Я уже запомнил. Не запомнил. Я впереди вам говорил. 4 глава, 4 стих. И Якова, И Якова. И Якова. А Лютер? Лютеру это так не понравилось? Он из Нового Завета выбросил это? Еретики не признают. Не, я, вот, у меня тетрад рядом, я сейчас запишу все. У вас Библия есть? Посмотри, какая Библия, Николай? Библия какая? 66 книг? Да, нет, у меня здесь. Не знаю, сейчас посмотрим. Давай, посмотри. А там, в этом. Не полная, не православная. А, у меня вот какая. У меня, если что, есть, кое-стиному православию с тобой книга. Ну, у меня вот такая. ну-ка. Сейчас смотрю. Так. Так, синодальный перевод 76-го года. Сейчас посмотрим по маковейским книгам, сразу понятно станет. посмотри. Серахова. Ну да, там маковейских нет точно. Сейчас. Очки. Ну, это русское библейское общество, скорее всего, это 66 книг. Библейское общество, 66 книг. 11 книг они выбросили. Да, да, нету здесь. Их нету этих, да. У вас библия укороченная. Православные не издавали такой библии за 2000 лет ни одного экземпляра. Вот и вся вера. Что не нравится, выбросили. 11 книг выкинули. А первые святые отцы, они по ним толкование давали. В общем, Игнать Тихонович, все, мы с вами обязательно увидимся, даст Бог. Я приеду в другом, я сейчас простывший еще, уставший. Я к вам приеду в спокойном состоянии духа и буду слушать и записывать. Чтобы у вас была борода, чтобы бороду не трогали. Безбородом ход запрещен. И буду слушать и записывать. Я к этому времени уже сделаю бородку. Ее не надо делать. Ее Бог создал. Мы противимся Божьему созданию. Он, говорит, сотворил все хорошо. А человек, неправильно, буду на бабу похожий. Зачем тебе на женщину похожим быть? Это гомосоксуалисты, гомосоксуалисты такие. Друг на друге женятся мужики проклятые. Услышал, Игнатий Тихонович, услышал. Все, спасибо за ваше наставление, наставление, спасибо. Давайте, вы очень редкий человек, в моей жизни вообще первый такой яркий. приеду приеду в гости. Вы с сегодняшнего дня выбросите соблюдайте посты, и мы обязательно встретимся. Запиши ему посты. Четыре поста, среда и пятница. Человек не спасается. Он по прихотям еретиков идет. А когда мы встретимся, мы будем как родные братья с вами. Давайте, давайте, Игнатий Тихонович, вот эти посты я проведу бороду от Рощова. Я 18 лет сотрудничество с местной тюрьмой. Шел по камерам и имел доступ к смертникам. Сколько людей пришло, как сегодня пишут, тысячи людей обратились к Богу. Это Бог делает. Почему? Я когда прихожу, они знают, я каторжник. Такой же. Но мне Бог открыл. И вот однажды было такое, начальник говорит, у нас, говорит, голодовку выше 20 человек, уже целую неделю не едят. Вы не могли бы помочь? Я говорю, могу, но вы меня должны к ним запустить. О, нельзя. Там в коридоре с собаками офицеры охраняют. А они уже знают, что я приду. Я уговорил, у меня близкие отношения с властью. Прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун, он говорит, завтра вас запустят. Мне двери везде открыты, мэр города, губернатор, все поручки. И меня туда запустили, я только зашел. Вы что, Лапкин, по третьей ходке идете? Я говорю, нет, я к вам. Что случилось? Ну, ОМОН, пригласили кого-то, они нас всех отмолотили. Я говорю, я пойду по защите прав человека ходатайствовать. Я помогу. Но давайте так сделаем, что вы из голодовки выходите. И выходим. Я говорю, выйдите. Если на свободе кто вас ждет? А кого же? Желух захватил с любовником, я зарезал обоих. Другой еще что-то. Я говорю, это перед вами до субботы, а в субботу будет пост. Вы поститесь и выходите. И мне начальник тюрьмы звонит, говорит, 30 лет этой системе отдал, не видал, чтобы все вышли из голодовки одновременно и без злобы. А я пошел ходатайствовать. Но я брал только то, что разрешено. Письмо, пойти, куда ходить. 18 лет я не вылазил из тюрьмы бесплатно. Это Бог делает. Я вам могу оказать очень большую пользу. Потому что мне Бог открыл, одновременно дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Это Бог делает. Это не мое. Это Божья благодать. Игнатий Тихонович, все, мы обязательно, я вот поправлю, тут уже некоторые вот эти, уже записали, поправлю эти ситуации, чтобы к вам прийти уже не с таким этим. Почему вы Петр говорит, и сгорит земля и все дела на ней. Вы считали про это? Да, да. А за что сгорит? Однажды Бог сжег город Содом и Гоморру и окрестные города. Содом и Гоморру. А сегодня гей-парады идут, гей-парады в государствах идут. А у нас в России нету. Владимир Владимирович Путин что на это ответил? У нас и так народу мало. И вдруг Господь поставил человека сейчас Белоусова Андрея Ремовича. Я сразу призвал всех молиться за него. Министр обороны. Это человек глубоко верующий. Он не военный. Но уже сколько генералов посадил за первый месяц. мы за него молимся все время. Запомните звать его Андрей. Молимся уже за него. Помощник Путина. Вся Государственная Дума восстала против него. Он их всех поставил на место. Я всех призываю молиться за Андрея Ромовича. Ромовича. Вот как. Потому что это наше государство. Наша Россия. А говорят как на Украине. Ответ про Украину Иеремия 48 глава 10 стих. Открой Николай прочитай. Вот где главная вина. Ну я только на память могу сказать. Проклят кто Иеремия открой. У него Библия это рядом. Иеремия 48 10. Проклят кто делал Господне делать небрежно и проклят кто меч его удерживает от крови. Иеремия 48 10. За Исаией сразу. Да да сейчас. Псал Иеремия 48 10. Вот 48 нет 48 10 Ну вот да Проклят кто делал Господне делает небрежно и проклят кто удерживает меч его от крови. Вот заметьте Виктор два проклятия Бог говорит их никто снять не может. Украина всеми эритиками заполнила Русь. Вот такие как вы пришли. И попы бритые и попы обманывают людей. И на них молиться нельзя о мире это меч Господень. Его нельзя задержать. Ты проклят будешь. А как да будет воля Господня. Когда я сказал они буквально взбесились. Когда инаугурация была у Зеленского я смотрел внимательно я слезами залился. Кого они выбирают клоуна? Что ждет здесь? Все так и случилось как вы знали? Никак я сердцем чувствую это. Кого они избрали? Это могло бы не быть. Украина вся разбегается. Украинский язык он надуманный. Такого языка в мире нету. Владимир Вольфович Жириновский подробно об этом сказал. Мы с вами когда будем говорить то вы увидите сколько времени у вас отняли еретики и какую могли привести пользу пробудить совесть. Чтобы совесть если осудила Давида она судит и меня и судить будет по совести перед престолом Божьим потечет огненная река Даниила 12 глава через нее надо всем пройти и там уже не скажешь я не знал еретик выйдет как уголь обогненный а праведники святые выйдут как золото блестящее это единственное место Библии которое говорит об этом и толковать не надо Библию самим а почему Бог одних поставил апостолами во вторых пророками а в третьих учителями я с сектантами беседую говорю кто пророки не знает а кто учителя не знает апостолов перечисляют учителя это Ян Затаус Игнатий Богоносец Поликаб Смирский Василий Великий Григорий Богослов вот какая плеяда они растолковали церковь приняла единственное верное толкование а не так что конфессия динаминация выбросьте эту гадость это и дьявол прикрыл слова заметь есть такой ролик называется интервью с дьяволом смотрели нет а то я вам скину сейчас я вам скину вы посмотрите посмотрите как дьявол обращает людей и вот спрашивает какая самая большая у вас задача он говорит чтобы люди признали что меня нету дьявол говорит нету то есть я их научаю а не нет это я сам научился брить это дьявол и он так и выглядит прямо дьявол говорит об этом и вот а кто у вас самый враг он а так потушил сигару это тот который распят он придет и убьет меня то есть он знает точно и поэтому надо идти смело ибо с нами Господь Бог с нами вот как у меня следователь обратился следователь КГБ обратился стал священником ко мне привезли баптиста одного еврея на ум израиль чистопородный еврей он побыл около трех часов и пошел верующий принял крещение православное с троекратным погружением и стал священником пусть через каждого придет один я говорю о священниках а я не священник мне 85 лет я обыкновенный человек это Бог делает такое следователь КГБ допрашивающий меня обратился стал священником найдите где такие события были однажды я выступал у баптистов меня привезли туда я выступил один раз присвитив встал и сказал 450 человек мы готовы принять православие мы не верующие мы еретики вот что Бог делает когда благодать Божия охватывает человека это не мое это благодать у меня нет образования гуманитарного религиозного я просто мне не давали работать и свободно не только в охране того района где я живу только так и поэтому у меня три дня свободно я на велосипед еду где глина постучал и 40 лет клал печи по стране и всегда платил не десятину а 9 десятин всю жизнь прожил так тысячу заработал 900 отдаю на дело Божие говорить нельзя поэтому я работал на трех работах и ничего в нериху в этом не вижу когда еще до этого было у меня на питание уходило 980 или 11 рублей на питание а это бетон возить на второй этаж тачкой на высоте шпалы рельсы мне 45 лет было а теперь 85 почему я живу бог только знает вот сейчас готовиться к изданию у меня первые 38 томов вышло это мне обошлось в издательстве 55 миллионов и мы проехали из Барнаула до Владивостока потом проехали Португалию все страны Европы и сделали подарок библиотеке 650 библиотек нам обошлось это 35 миллионов рублей тысячи и тысячи людей обратились к Богу книги мои отвечают на тысячи вопросов я могу все скинуть вам повторяю это не мое баптисты случайно находят и меня еще не знают и уже обратились покаялись огненная сила в костях о чем Иеремия говорит я хотел молчать но внутри меня как огонь в костях был разлитый вот что делает Бог и что Николай привел видите это он сделал сейчас готовится к изданию у меня семитомник называем проповедь во свете Святой Библии проповедь во свете Святой Библии семитомник каждый том 1320 страниц 7 томов нам нужно сейчас достать где-то примерно 11 миллионов рублей выкупить книги ах как не знаю я молюсь Богу и вчера только ночью сообщила кто-ли организация какая-то из-за рубежа прислали доллары надо разменять тайным потоком не мое повторяю мне только он звонит из Аргентины и там с этой Великобритании оттуда директор Кэссенского института Ксения Деннон прилетела сюда к нам в деревню ей дали сопровождающего Юрия Останкинской башни и она все услышала и такую статью блестящую написала почему Бог потому что делает когда пути человека угодны Богу Бог и врагов его примеряет с ним вот как Бог делает Николаю низкий поклон сделайте что он сумел вас привести согласен аминь в общем до скорой встречи Игнатий Тихонович вы меня серьезно во-первых убедили дух вас огонь огонь поедающий все дух вас вас дух Божий поедающий все слава Богу за это знакомство даст Бог во мне будут перемены которые вы увидите даст Бог это перемены вы еще увидите слава Богу конфессии динаминации выкиньте еретики а есть православная церковь от основания идет ну уже слова эти зачеркнул все это кислову православию последнее издание да да я привез по всякий случай думаю может вы найдете там ответ на многие вопросы что такое церковь церковь одна я создам церковь но не церкви они слепые все церковь одна точно он основал в сионской горнице и в доме корнили в первом веке не спустя 1547 лет как не Мартин Лютер это обман он монах до Богу дал обещание и женился на монашке шесть детей прижил он блудник а за ним все остальные протестанты пошли таки места вообще знаете я даже не в курсе был вообще всего хорошего я только 96 тезисов прочитал это Мартин Лютер и все больше ничего не знаю вы хотите помолиться давайте сейчас встанем помолимся если вы с молитвой согласны в конце скажите аминь 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 сейчас помолюсь слава тебе великие дела твои Христе Боже наш ты позволил эту встречу сотворить ты умер за нас Господь сотворил церковь создал и врата ада то есть еретики ее не победят никогда ты Господь сил Господь любви Господь долготерпения позволь нам снова встретиться с Виктором ибо имя его означает победитель да победит он все чем опутал его сатана тебе Боже слава отец сын и святой дух аминь 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 отошел с Богом с Богом